Привет, друзья! С вами Антон, канал Workout Fitness городских улиц. И сегодня, да, будем говорить об отдыхе. Я знаю, как бывает порой тяжело заставить себя перестать тренироваться, дать себе несколько дней отдыха, но это критическая составляющая. Как я уже сказал, когда вы тренируетесь, вы фактически разрушаете свой организм, вы даете ему нагрузку, он испытывает стресс. И затем для того, чтобы у вас был прогресс, нужно дать соответствующее время ему на восстановление. Время, питание, отдых. В общем, нужно восстановиться организму. И если говорить непосредственно про отдых между тренировками, то существует два основных вида отдыха. Во-первых, это активный отдых и, во-вторых, пассивный. Чем они отличаются? Что такое активный отдых? Активный отдых — это любая активная деятельность, не связанная напрямую с вашими тренировками. То есть, если вы ведете активный образ жизни, там, куда-то ездите, ходите по ходу, занимаетесь игровыми видами спорта, на скалодром, может, с друзьями гоняете, я не знаю, все вот это вот, это все относится к активным видам отдыха. Главное отличие, что это именно отдых. Подобные занятия, подобная деятельность не является для вашего организма стрессом. Это просто смена деятельности, это просто другая нагрузка, но она легкая, да, вы на ней отдыхаете, вы не загоняете себя, как на тренировках. Это главная разница. И на самом деле многие считают, что полезно не отдыхать именно подобным родом, нежели занимаясь пассивным отдыхом, о котором я расскажу далее. То, что мышцы все равно в тонусе, все равно под нагрузочкой небольшой, улучшается кровообращение, соответственно, снабжаются клетки лучше всеми необходимыми веществами и так далее, и так далее. Такая точка зрения, да, имеет основания, поэтому активный отдых – это здорово. Главное следить за тем, чтобы это был именно отдых. Второй вариант отдыха – это пассивный. Если вы после тренировочки с друзьями решили пойти и поиграть в партию, там, я не знаю, в шахматы или в подземелье драконов и засели на шесть часов, кидая кубики и сражаясь с монстрами. Кот в подземелье преграждает дверь, покрытая мхом. Открыв ее, вы обнаруживаете отвратительного мохнатого и злобонного огра. Но при этом физически вы никак не нагружались, да, и это относится к пассивным отдыху. То есть любой отдых, связанный с тем, что у вас нет физической нагрузки, будет являться пассивным отдыхом. В это время ваши мышцы восстанавливаются, ваш организм восстанавливается, отдыхает. Все то же самое, как и в активном отдыхе, просто в другом формате. И пассивный отдых – это отличное, отличное время для того, чтобы заниматься саморазвитием в других областях. То есть не нужно делать тренировки центром своей жизни, да. Читайте книги, смотрите фильмы, изучайте что-то новое, учитесь каким-то новым навыком. Теперь момент, касающийся, как много нужно отдыхать, да. В интернете вы найдете кучу разной информации про то, что лучше всего тренироваться через день. Или лучше тренироваться два дня, потом два дня отдыхать и прочую ерунду, по большому счету. Потому что это все очень-очень индивидуально. То есть в зависимости от вашего уровня, от ваших целей, от того, как вы тренируетесь и так далее, так далее. Ваш режим дня, ваше питание, ваши стрессы другие. Я об этом кучу раз уже говорил в других видео. Соответственно, и время отдыха, которое будет вам необходимо для того, чтобы восстановиться между тренировками, оно будет сугубо индивидуально. Поэтому подбирайте под себя. Если говорить о программе 100-дневный воркаут, которую мы разработали, то она спроектирована таким образом, чтобы вот тот объем нагрузок, который мы вам даем, был достаточным для роста. И в то же время вы успевали восстанавливаться за 24 часа, которые проходят между тренировками. Собрав статистику на нескольких десятках тысяч человек, мы увидели, что добавление одного дня в неделю дополнительного отдыха, помимо дня растяжки, оно улучшает показатели. То есть люди достигают больших результатов, чем если бы они тренировались 6 дней подряд. Небольшой парадокс, но тем не менее это статистика, и с ней не нужно спорить в этом плане. Поэтому смотрите, смотрите на свои результаты, на свой прогресс. Опять же, есть матрица моя, которую я разработала, я скину на нее ссылку в описании к видео, по которой вы можете определить, нужно ли вам что-то изменить в вашей программе тренировок, возможно, добавить больше отдыха, либо, возможно, вы отдыхаете слишком много, и тогда его нужно подсократить. Но это вопрос индивидуальный. Такого, чтобы вы нашли в интернете один ответ, что нужно отдыхать вот 2 дня, тренироваться 5, или отдыхать, тренироваться через день, этого не будет. Если вы действительно хотите получить результат, хотите получить прогресс, вам нужно учиться разбираться во всем, что касается именно вашего организма. Вот такое вот видео на сегодня. Я знаю, что оно небольшое, но тема отдыха, она важна. Важно знать, о чем идет речь. Поэтому я решил вас записать. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Опять же, буду рад пообсуждать эту тему. Пишите, чем обычно занимается свободное время. Я вот привел примеры, которые мне близки. Возможно, есть какие-то другие интересные активности, о которых я не знаю, поэтому поделитесь. И, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и увидимся в следующих роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok